Я Джейсон Флеминг, и ты смотришь Максим Онлайн. Где ты это достал? Грёбаный музей! Хорошо. Во-первых, слава богу, что я работал с Дэвидом Финчером, потому что именно благодаря его фильму «Комната страха» я установил в доме свою собственную комнату страха. Я считаю, это потрясная идея. В реальности, у меня есть вот эта комната страха. Ей служит моя спальня. Там решётки на окнах, тройные замки на дверях, и отдельная телефонная линия. Как только я услышу, что бриб рот в дом, я бегу на второй этаж и беру похапку своих малышей-близняшек, запираюсь в спальне, проверяю крепость решёток на окнах и звоню старшему брату. Нужно продолжать сражаться, мужик, даже если кажется, что всё кончено. Как 300 спартанцев или Спартак, ты рубишься до последнего вздоха. Но это реально сложные задачи, я ж до ужаса всего этого боюсь. Но я надеюсь, он прожжённый капиталист, и я ему просто кучу денег предложу. А знаешь, моя жена... красивее меня, наверное. И вкуснее меня тоже. Да, ещё и спит крепко. Так что пока она спит, я скажу упорю, старик, тебе нужна вот она, а не я. И если речь о том, кто должен погибнуть первым, я или моя жена, я всегда выберу жену, сори, но это так. Я, безусловно, жутко расстроюсь, но, чёрт возьми, смогу это пережить. Я бы думаю, что приму в себе демона, и мы пойдём делать всё, что я всегда хотел сделать, ведь это уже и не я буду, по сути. Да, я пойду убивать людей, которых ненавижу, которые навредили мне в прошлом. А потом я пойду к главе Universal и скажу, «Если ты не дашь мне главную роль в своём следующем крупнобюджетном фильме, я вернусь к тебе и зажру тебя и твою жену». Вот это мрак. Но я такой буду. Эй, ты в порядке? Как ты там? Ууу, хреново тебе, наверное. Ну это, жди меня, я приду за тобой и убегу. Да ты пойми, со всякими мордолаками каждый сам за себя, только так. Это полная жопа. Спасибо, друг, Максим. Полимите мне веки. А завучено по версии Грида.